Мемориальную доску писателю и почётному гражданину Николаю Васильевичу Санееву открыли в Петропавловске. Она появилась на фасаде Дома писателей. В торжественной церемонии приняли участие его родные, члены писательского сообщества «Полуострова», творческая общественность и депутаты краевого и городского уровня. «Имя Санеева – это имя героя нашего времени, имя человека, который, безусловно, имеет полное уважение, значимость, почитание. И сегодня мне бы хотелось выразить огромное слово благодарности всем тем, кто был инициатором о подготовке и размещения памятной доски на этом здании, которому Николай Васильевич посвятил много-много лет. Это очень важно, потому что, по сути дела, это один из путей сохранения нашей исторической памяти». «Я хотел бы всех нас поздравить с такой замечательной датой, с таким замечательным событием и пожелать и молодой поросли равняться, есть на кого, для того, чтобы были успехи хорошие, а также действительно коллективы этого замечательного заведения, уникального в своем роде и детища нашего уважаемого классика Николая Васильевич Санеева, для того, чтобы они хорошо, плодотворно творили и радовали нас своими новыми вот такими вот замечательными книжками». Главным делом своей жизни Николай Васильевич Санеев считал создание Камчатского дома писателей, который работает и сейчас, и носит его имя. «Я считаю, что это очень важное событие для нашего города, особенно оно важно для дома писателей, потому что это своего рода историческая справедливость, об этом давно говорилось, об этом необходимости этой доски мы все желали и хорошо, что она сегодня осуществляется. С Николаем Васильевичем связаны многие страницы нашего города, нашего Камчатского края». Депутат добавил, что чем больше будет памятных и исторических моментов, больше торжественных событий, посвященных героям, которые жили на Камчатке, тем больше об этом будет знать молодежь. «Эта ниточка памяти ни в коем случае не должна рваться. И здорово, что один из кирпичиков сегодня в это заложен, а именно открытие памятной доски, с чем хочу вас и поздравить. Ну и особые слова благодарности я бы хотел адресовать коллективу, светелке Станиславе Сергеевне, потому что без энтузиазма именно руководства, именно коллектива, без их настойчивости, без их пробивной, в хорошем смысле, этого события способности ничего бы не было. Поэтому спасибо вам большое за то, что вместе удалось это всё осуществить». Как поделилась камчатская поэтесса Нина Германовна Бережкова-Поротова, когда Николай Санеев приехал на полуостров, он сразу же влюбился в этот край, а сам Петропавловск покорил его сердце. Петропавловск-Камчатский его покорил, как он сказал, привлёк со всеми его потрохами. Так он пишет в своей автобиографии. И не только привлёк, но и призвал служить ему верой и правдой, что и делал Николай Васильевич с большой ответственностью до последних дней своей жизни. В завершении торжественной церемонии её участники возложили цветы к мемориальной доске. Добавим, Николай Васильевич Санеев родился в 1929 году в Придонье, в казачьем хуторе Богатом. На Камчатке он жил с 1961 года, работал в районной газете «Усть Камчатска», затем в газете «Камчатская правда». Его книги «Будь не рыбака», «Укромки России», «Охота за солнцем», «Не сотвори беду», «Какая бывает весна» и другие посвящены Камчатке и её людям. С 1976 года Николай Васильевич был ответственным секретарём Камчатской писательской организации. По его инициативе в Петропавловске открыт Дом писателей и Школа юных литературных дарований. Николай Санеев – заслуженный работник культуры РСФСР, почётный гражданин Петропавловска, почётный колхозник колхоза имени Ленина. Также он награждён медалью за трудовую доблесть.